Доброе утро! Для того, чтобы наш день был наполнен энергией и хорошим настроением, начнем его с аэробики. Сегодня мне будет помогать Эльвира и Алена. Итак, приступим. Начнем с разминки. Переходим на марш с правой ноги. Марш. Еще четыре. Три. Переходим на степ-тач. Двигаемся в сторону. Можно делать чуть шире шаг. Расправьте плечи. Подтяните живот. Еще четыре. Три. Два. Открытый шаг. Оставьте стопы врозь. И направляйте стопы назад. Руки в пол. Еще четыре. Три. Два. Круговые вращения. Руками. Небольшая амплитуда. Четыре. Три. Два. Одна. Назад. Четыре. Три. Два. Две. Четыре. Три. Два. И здесь. Руки перед собой. Еще. Четыре. Три. Переходим на степ-тач. Отлично. Мы с вами выполнили разминку. Теперь будем переходить к нашей основной части. К аэробным шагам. Хорошо. Оставляем степ-тач. И будем двигаться дальше. Внимание. Четыре. Три. И два степ-тач. Право. Лево. Право. Хорошо. Еще сделаем четыре раза. Три. Два. Внимание. Вместе со мной. Шаг, скрест, подъем. Шаг, скрест, подъем. Хорошо. Еще четыре раза. Хорошо. Еще два раза. Переходим на марш. С правой ноги. Отлично. Это было наше начало. Начало я буду обозначать вот с такого движения. Будем двигаться дальше. Итак, мы будем двигаться на четыре счета вперед. На четыре назад. И на месте. По моей команде. Через четыре. Три. Два. Поехали. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. На месте. Хорошо. Еще. Раз, два, три, четыре. Назад. Отлично. Еще два раза. И раз, два, три, четыре. Уходим назад. Раз, два, три, четыре. Отлично. Еще разок. Я буду добавлять. Четыре, три. И вместе. Раз, два, три. Уходим назад. Отлично. Мы добавили. И подъем колена. Не забудьте добавить руки. Еще два раза. Раз, два, три, четыре. Уходим назад. Отлично. Еще разок. И я буду добавлять. Будьте внимательны. Хорошо. И вместе. Раз, два, три, четыре. Делай. Твист. Марш. На месте. И раз, два, три, четыре. Твист. Марш. Оставим марш. Будем сейчас еще добавлять новые движения. Будьте внимательны. По моей команде. Хорошо. Через четыре. Три, два, вперед. Раз, два, три, четыре. Я добавляю. Будьте внимательны. И марш. Мы добавили два шоссе. Четыре, три, два. Вместе. Раз, два, три. Руки. Делай твист. Шоссе. Шоссе. На месте. Отлично. Через четыре, три, два. Поехали. Раз, два, три. Твист. Будьте внимательны. Прыжок. Оставим марш. Через четыре, три, два. И вместе. Раз, два, три, четыре. Отлично. Твист. Шоссе. Шоссе. Прыжок. Останемся на месте. Осталось совсем немножко. Четыре, три, два. Поехали. Раз, два, три, четыре. Твист. Шоссе. Шоссе. Внимание. Два бейсика. Оставим марш. Четыре, три, два. Давай. Раз, два, три, четыре. Твист. Шоссе. Шоссе. Прыжок. И два бейсика. Оставьте марш. Четыре, три. Я буду добавлять. Раз, два, три, четыре. Твист. Шоссе. Шоссе. Прыжок. Вистеп. Оставьте марш. С правой ноги. Приготовься. Поехали. Раз, два, три, четыре. Твист. Шоссе. Шоссе. Прыжок. Вистеп. Остеп. И с правой ноги. Отлично. Молодцы. Поднимем руки. Сделаем вдох. Опустим выдох. Вдох. И выдох. Вдох. Хорошо. Еще два раза. Вдох. Отлично. Еще один. Вдох. Молодцы. На этом наша тренировка с вами закончилась. Это была аэробика. С вами была я, Аида Кикеева, Эльвира, Алена. Всем спасибо за внимание. Хорошего дня. И до новых встреч. Большинство туристов приезжают в Вену всего на один день в рамках комплексных экскурсионных туров по нескольким европейским городам. Например, Праге, Варшаве или Будапешту. Удобное транспортное сообщение между большинством европейских стран и их относительная близость друг к другу делают такие туристические маршруты весьма привлекательными для людей, любящих активный темп путешествий и желающих увидеть как можно больше знаковых мест Европы за одну поездку. Безусловно, одного дня для подробного ознакомления с Веной крайне мало. И если времени у вас побольше, то кроме самостоятельных прогулок рекомендуем взять недорогие авторские экскурсии от русскоязычных жителей города. В описании к видео вы найдете ссылку на большое количество таких предложений. Но даже в случае, когда время сильно ограничено, столица Австрии все равно может удивить и порадовать. Особенно, если заранее продумать и составить оптимальный маршрут, предусматривающий посещение основных достопримечательностей Вены. Наш маршрут Вена за один день будет достаточно активным и насыщенным, и при желании его можно разбить и на два дня и прогуляться по Вене в более спокойном темпе. Некоторые из достопримечательностей маршрута не специфичны для типичных однодневных маршрутов по Вене. Но мы считаем, что именно с этими локациями надо обязательно познакомиться, пребывая в столице империи Габсбургов. Для начала осмотра Вены лучше всего подходит площадь Святого Стефана или Штефансплац. Добраться к ней удобно на метро U1, U3, станция Штефансплац. Эта площадь – самое сердце Старой Вены. Ее история неразрывно связана с одноименным с ней собором. Возводить Штефансплац начали еще в XII веке, когда появилось первое здание собора. А уже в XV веке Штефансплац стала главной площадью австрийской столицы. Рядом с площадью Штефансплац находится еще одна площадь – Штокимайзен. Здесь находится и достопримечательность, давшая название площади. Она представляет собой конструкцию в виде ствола ели с вбитыми в нее гвоздями и носит название Штокимайзен или Шест в железе. Говорят, это давняя традиция – каждый кузнец считал своим долгом забить гвоздь в бревно на счастье. По некоторым данным, на этой самой площади гвозди вбивали еще в XV веке. По другую сторону станции Штефансплац берет свое начало улица Грабен, которая больше похожа на узкую площадь. На ней можно растеряться, поскольку нумерация домов здесь идет по кругу, как заведено у площадей. В римские времена тут проходил ров, оберегающий древнеримское поселение, но позже его засыпали, и он превратился в пешеходную улицу. Грабен с двух сторон обрамляют два фонтана – Леопольда и Йозефа. Сейчас на этой улице находится самая дорогая недвижимость в Вене, а самой главной достопримечательностью Грабена является чумная колонна или колонна Святой Троицы. Она была возведена в 1693 году после страшной эпидемии чумы, поразившей Вену. На месте ее пересечения с улицы Юнгернгассе нужно свернуть направо и ненадолго зайти в церковь Святого Петра. Археологи говорят, что на этом месте находилась самая первая церковь в Вене, которую возвели еще в IV веке. Ее последний вариант, который можно наблюдать в наши дни, был построен в XVIII веке. Церковь выдержана в стиле барокко. Внутри нее, кроме роскошного алтаря, находятся многочисленные мраморные скульптуры. Роспись купольной части храма поражает своей красотой и никого не может оставить равнодушным. Храм старались построить по образу и подобию одноименного собора в Риме, но из-за того, что церковь плотно окружена соседними зданиями, создается ощущение ее некоторой приплюснутости. Вернувшись и выйдя на Штефанс плац, перед собором Святого Стефана каждый турист обязательно заметит несуразное современное здание в окружении старинных домов. Это дом Хааса. В XIX веке тут был торговый дом Филипп Хаас и сыновья, но во время Второй мировой войны он был разрушен. Позже на его месте построили современный торгово-офисный центр. Первый камень Штефанс дома, собора Святого Стефана, был заложен в 1230 году на месте старинной романской церкви. В течение последующих 400 лет собор активно достраивался. У Штефанс дома есть одна нехарактерная для католических храмов особенность – асимметричность. Его северная башня намного ниже, чем южная, поскольку она так и не была достроена. Несмотря на это, в Северной башне находится самый большой колокол Австрии – Пумерин, который звонит только по большим церковным праздникам, например, в Рождество. Поэтому если поездка в Вену приходится на канун Рождества, то у туристов есть все шансы услышать великолепный перезвон Пумерина. Сегодня на обеих башнях расположены смотровые площадки, с которых открываются виды на исторический центр Вены. Если время позволяет, то желательно заплатить 5 евро и подняться на одну из них. На Северную башню можно попасть на лифте, а на более высокую южную – преодолев 343 ступени узкой лестницы. Вход на лестницу с площади. Опытные туристы отмечают, что с Северной башни панорамный вид на Вену более живописен, чем с Южной. Внутреннее убранство собора поражает красотой и величием не меньше, чем его фасад и архитектура. Внутри храма можно насладиться произведениями искусства средних веков и более поздних эпох, увидеть старинные надгробия и усыпальницы австрийских монархов. Под собором скрываются от посторонних глаз катакомбы, в которых до 1783 года проводились массовые захоронения горожан, умерших в том числе от чумы. Обогнув Штефанс плац с левой стороны, дойдем до дома Моцарта. Он будет находиться по правую сторону улицы Дамгассен. Именно на этой улице, в доме под номером 5, великий композитор жил и творил в течение трех лет. И это единственные апартаменты композитора, сохранившиеся до наших дней. Кстати, район, в котором находится этот дом, интересен множеством старинных зданий. Их возраст составляет до пяти веков. Название одной из его улиц – Блудгассы. Как и самого района, происходит от слова «блуд», что значит «кровь». Легенда гласит, что в этих узких переулках были жестоко убиты рыцари-тамплиеры в 1342 году, а их кровь рекой лилась по мостовой. Вернувшись к собору Святого Стефана, свернем направо, на улицу Роттентурмстрассе. Пройдя два квартала, свернем налево на Лифтенштег. И снова через два квартала выйдем к еще одной площади. На площади Хойермаркт можно увидеть историческое прошлое Вены. Именно здесь находится центр римского лагеря Виндеборна. Сегодня это красивая площадь со свадебным фонтаном и анкерными часами, окруженная зданиями послевоенной постройки. Истоки утверждают, что именно здесь, в одном из домов, скончался от чумы Марк Аврелий. В центре площади расположен свадебный фонтан эпохи барокко, который называют еще фонтаном Иосифа. Фонтан был выполнен по приказу императора Леопольда I, после того, как его сын Иосиф целым и невредимым вернулся с войны. 19 марта 1706 года памятник был открыт на площади Хойермаркт. Нынешняя версия фонтана из камней бронзы появилась в 1732 году. При реконструкции зданий страховой компании «Анкер» на восточной стороне площади художник Франс Матч реализовал свою идею. Он создал анкерные часы в стиле модерн между домами над улицей. По их своду каждый час в течение дня проходят по одиночке и парами исторические персонажи, оставившие след в истории Вены. Дальше идем по улице Випплегенштрассы, которая проходит по древней римской дороге. Пройдем дом номер 6, где когда-то находилась старая ратуша, и свернем направо на Швердгассе к церкви Мария Амгештады, то есть Марии на берегу. Церковь была построена в XII веке и считается одним из самых старинных сооружений в столице, но свою последнюю архитектурную форму она обрела в XIV веке. Ранее она находилась на берегу Дуная, но в современной Вене реку сместили от церкви, проложив Дунайский канал. Во время наполеоновских войн в конце XVIII века в помещениях церкви устроили склад оружия и конюшни. Затем храм отреставрировали и осветили. После этого церковь отошла ордену редемптористов и с тех пор принадлежит им. Это одна из немногих венских церквей с фасадом, практически лишенным каких-либо украшений и декора. Вернемся на Випплегенштрассы и, пройдя два квартала, свернем налево на Ренгассе. По ней выйдем к площади Фраюнг. История Фраюнг берет свое начало почти 10 веков назад. Среди достопримечательностей можно выделить старинный фонтан Австробрюнен, созданный в 1846 году. Он является символом данного государства, владеющего богатствами в виде рек Эльбы, Вислы и, конечно же, Дуная. Местные дворцы возводились в основном в XVII-XVIII веках. Дворец Кинский, дворец Парчиа, дворец Ферстеля и дворец Харрах. Последний считается образцом венского высокого барокко. С 1990 года Харрах принадлежит компании Орак и сдается в аренду под многочисленные художественные собрания и регулярные выставки из коллекции Государственного исторического музея. С площади свернем налево на Тайнфальдштрассе и через квартал направо на Шрайфогельгассе. По улице с правой стороны увидим остатки крепостной стены Вены. За ней будет один из музеев Бетховена в городе. Всего в Вене их два. Впереди увидим памятник Иоганну Андреасу фон Либенбергу, а за ним Венский университет. Венский градоначальник Иоганн Андреас фон Либенберг создал народное ополчение во время осады города турками в 1683 году. Лично контролировал возведение оборонительных сооружений. Вена выдержала двухмесячную осаду многотысячной турецкой армии, но сам Либенберг погиб за два дня до победы. Венский университет – один из старейших в Европе, поскольку датой его основания считается 1365 год. Однако его главное здание было построено в период с 1877 по 1884 года. В университете обучаются около 92 тысяч студентов, что делает его крупнейшим немецкоязычным вузом. Свернув направо от памятника по улице Университес Ринг, подойдем к парку, названному в честь знаменитого психиатра Зигмунда Фрейда. За ним уже видно здание в неоготическом стиле. Церковь Обыта была построена в благодарность за неудавшееся покушение на императора Франца Иосифа. Ватив кирхи была освящена 24 апреля 1879 года, в день серебряной свадьбы императора Франца Иосифа и императрицы Элизабет. Работы по проектированию были начаты еще в 1854 году, спустя всего несколько месяцев после неудавшегося покушения на императора. Его брат, эрцгерцог Фердинанд Максимилиан, впоследствии император Мексики, обратился к народу с призывом в благодарность за спасение его величества, делать пожертвования на строительство этой церкви. Трехнефная базилика в неоготическом стиле, построенная по французской кафедральной схеме, относится к числу важнейших зданий в стиле европейского историзма. Из-за своего расположения на улице Рингштрассе церковь Обета также получила название Собор на Рингштрассе. В церкви, точнее в бывшей придворной часовне, также расположен музей. Сделав круг вокруг церкви, дальше пойдем по Рингштрассе, пройдем снова здание Венского университета и выйдем к городской ратуши. Высота ее центральной башни достигает 105 метров и была построена во второй половине XIX века в архитектурном стиле неоготика. Сегодня, как и много лет назад, она служит служебным помещением бургомистра. Перед ратушей еще в 1873 году на площади в 40 тысяч квадратных метров раскинулся венский Раттас-парк или Раттхаус-парк в английском стиле. В теплое время года Раттхаус-плац превращается в настоящий кинотеатр. Программа фестиваля включает мюзиклы, танцы, фильмы-оперы. Зимой ежедневно с января по март с 9 до 22 часов оживает венская ледовая мечта. Гигантский каток с диджеем и праздничной иллюминацией размером 8500 квадратных метров. Напротив ратуши находится Бургтеатр. Это придворный театр, учрежденный по приказу императрицы Марии Терезии в 1741 году. В те времена он назывался Королевским театром при дворце. В числе самых знаменитых его премьер – моцартовские женисьба Фигара и похищение из Сыраля. После парковой зоны ратуши выйдем к парламенту Австрии. Здание парламента построено во второй половине XIX века в стиле неогрег. В годы Второй мировой войны оно было почти полностью разрушено, а по ее окончанию отстроено практически из руин. Перед зданием парламента можно увидеть прекрасную скульптурную композицию – Афины паллады с фонтаном. Напротив парламента через дорогу раскинулась большая парковая зона – Фольксгартен, что в переводе с немецкого означает «народный парк». Одно из культовых мест в столице Австрии, действующее как магнит на туристов из других стран и пользующееся особой популярностью у местных жителей. Витиеватые аллеи, погруженные в тени раскидистых деревьев, ухоженные клумбы и газоны, множество памятников и фонтанов, а также уединенные лавочки для спокойного и умиротворенного времяпровождения – все это парк XIX века Вольксгартен, оставляющий только положительные эмоции у посетителей всех возрастов. Дальше сворачиваем на Бургринг, где справа за площадью Марии Терезии раскинулся музейный квартал. Площадь Марии Терезии расположена в первом районе Вены напротив Хофбурга. Она окружена двумя крупнейшими в городе музейными зданиями – Музеем истории искусств и Музеем естествознания. Оптическое ограждение площади формирует венский музейный квартал. В центре площади расположен памятник Марии Терезии – самый большой памятник Габсбургам в Вене. Для района непосредственно перед императорской резиденцией Хофбургом было запланировано строительство императорского форума, сформированного из сегодняшней площади – Хельденплац, площади героев и Марии Терезии-Нплац. Для этого перед историческим Хофбургом между Фольксгартеном и Бурггартеном должны были быть установлены два новых крыла дворца. По другую сторону Рингштрассе к этим новым частям дворца должны были присоединиться оба придворных музея. Продолжая однодневную экскурсию, пересекаем бульвар Бургринг и проходим через Бургтор – городские ворота. Перед нами будет комплекс императорского дворца. Императорский дворец в Вене часто называют «городом в городе», поскольку в нем насчитывается 2500 комнат. Безусловно, не все комнаты – это бывшие жилые помещения. На полноценный осмотр всей территории и помещений нужно потратить минимум один день. Первой будет огромная площадь Хельденплац – площадь героев. В ее западной части слева полукругом стоит Нойбург – новый дворец. Он задумывался как императорский форум из двух симметричных частей, но в 1926 году была построена только одна часть. Именно с балкона Нойбурга Гитлер объявил об Аншлюсе Австрии. В центре площади установлен памятник победителю турок – императору Евгению Савойскому и победителю Наполеона при битве при Аспене – эрцгерцогу Карлу. На фоне узких улочек центра Вены и дворцовых переходов Хельденплац особенно впечатляет своими размерами. Пройдя по такому маршруту дальше, мимо старинной каменной сторожевой будки, попадаем в двор Индербург, то есть двор в замке. Прямоугольный двор со всех сторон окружен барочным и ренессансными зданиями, а в центре него стоит памятник Францу Первому. В период Средневековья именно в этом месте проводились рыцарские турниры, публичные казни, военные парады и прочие развлечения для горожан изнати. Если стоять спиной к парадным воротам, то можно увидеть крыло Леопольда. Именно в этом здании сегодня находится официальная резиденция президента Австрии, поэтому эта часть Хофбурга закрыта для посещения туристами. Далее через швейцарские ворота, которые называются так, потому что тут раньше размещался полк швейцарских гвардейцев, следует пройти в самую старую часть дворца. Она сохранилась еще с тех времен, когда дворец был средневековой крепостью. Восле швейцарских ворот и сегодня можно увидеть крепление для цепного моста. Здесь, в дворике, находится один из самых необычных музеев Вены – Сокровищница Габсбургов. Специалисты считают ее наиболее значительной в мире по количеству ценных вещей и королевских регалий. Самый главный экспонат – корона Священной Римской империи, которой уже более тысячи лет. Еще в сокровищнице можно увидеть две короны австрийских императоров, ювелирные украшения, бытовые и религиозные предметы, символы власти и фамильные драгоценности дома Габсбургов. Стоимость билета в императорскую сокровищницу династии Габсбургов зависит от возраста посетителей. Детям бесплатно – одиночный взрослый 12 евро, а в группах – дешевле. И нет временной привязки – находиться над территорией можно в течение всего дня. Часы работы сокровищницы Габсбурга ежедневно, кроме вторника, с 9.00 до 17.30. В дополнение к входным билетам за 5 евро можно арендовать аудиогид на русском языке. Дальше, в следующем дворике за сокровищницей, неприметно спряталось самое старое здание – Бургкапелла 1447 года постройки. В Бургкапелле выступает известный венский хор мальчиков. Главная изюминка хора в том, что когда мальчики поют, их не видно, а слышны только их ангельские голоса. Для этого хора писали Гайден, Моцарт, Шуберт. Пройдя через ворота в южной стене швейцарского двора, можно попасть на Йозеф-плац. Эта площадь считается самой красивой в Вене, а ее центр украшает памятник императору Иосифу II. Если есть непреодолимое желание заглянуть внутрь дворца, но мало времени, то наиболее ценное и впечатляющее его помещение – библиотека. У многих туристов, посетивших императорскую библиотеку, возникает ассоциация, что именно так выглядит библиотека в Хогвартсе. Старинные книги – более 3,5 миллионов со всего мира на полках, которые достигают богатых расписных потолков огромной высоты. Если вернуться во двор Индербург и пройти дальше через парадные ворота Михаэлер-Тор, выйдем на Михаэлер-Плац, куда полукругом выходит главный фасад дворца Михаэлер-Тракт – крыло Архангела Михаила. Михаэлер-Плац – это площадь, в центре которой находятся огражденные раскопки. Своему названию площадь обязана Церкви Святого Михаила, расположенной на ней. Кстати, именно в этом храме впервые прозвучали первые части бессмертного реквиема Моцарта. Помимо Церкви Святого Михаила, Михаэлер-Плац украшает еще несколько зданий. Рядом с площадью на улице Кольмаркт находится знаменитая кондитерская Демель. Кондитерский дом открылся в 1786 году и был официальным поставщиком сладостей и десертов императорского двора. Верность традициям настолько ценится в Демеле, что даже сейчас персонал кондитерской одет в форму XIX века и обращается к посетителям в характерном для тех времен стиле. Кондитерская оформлена таким образом, что через стеклянную перегородку, расположенную в глубине зала, можно воочию наблюдать за работой кондитеров. Пройдя от площади Парайтшульгассе через Йозеф-Плац и Августинер-Штрассе, свернем налево на Тегетгоф-Штрассе. Перед площадью Нойермаркт будет еще один пункт нашего маршрута, связанный с династией Габсбургов – их фамильный склеп. Императорский склеп находится под церковью Капуцинов и предназначен для погребения членов бывшей австрийской правящей династии Габсбургов. Погребения в императорском склепе проводятся и в наше время. В 1989 году здесь была погребена последняя австрийская императрица Зита. А 16 июля 2011 года свое последнее пристанище нашел здесь ее старший сын, бывший крон-принц и европейский политик Отто Габсбург. Этот район города просто переполнен различными магазинчиками и сувенирными лавками. Идеальное место для шоппинга. Вернемся назад по Тегетковштрассе и, пройдя небольшую площадь Альбертинплац, выйдем к Венскому оперному театру. Это одно из первых зданий, построенных на кольце бульваров. Первую оперу «Дон Жуан Моцарта» здесь дали в 1869 году. Сцена театра – одна из самых известных в мире. Сейчас здесь выступают только самые титулованные оперные певцы и балетные труппы. Один раз в году, когда проводится знаменитый Венский бал, театр превращается в бальный зал. Дальше нам остался последний пункт нашей прогулки. Наш маршрут по Вене мы закончим в красивом и спокойном месте в Бурггартене. Для этого от оперы нужно пройти всего квартал по бульвару Оперн Ринг. До наполеоновских войн тут был крепостной вал. Наполеон велел его взорвать и на этом месте разбить сад. Изначально сад был закрыт для посторонних и предназначался только для императора Франца Иосифа и его жены, императрицы Елизаветы. Лишь в 1919 году, три года спустя после смерти монарха, сад открыли для публики. Здесь находится единственный в стране памятник Францу Иосифу, а также памятники Моцарту и Гёте. На этом наше однодневное путешествие по Вене закончено. Если у вас остались вопросы, оставьте их в комментариях и не забудьте лайкнуть видео и подписаться на наш канал. До встречи в следующем городе! Субтитры подогнал «Симон»!